Доброе утро всем! Сегодня у нас на повестке дня доклад Виты Штильман, приглашенного докладчика о биографии и творчестве еще одной еврейской писательницы. Это наша часто всплывающая тема. Поэтому Вита прошу любить и жаловать. И мы с нетерпением слушаем. Я сперва хочу несколько слов о Вите сказать. Вита проект, переводчик, эссеист, основатель и руководитель ЭЦТРА Клуба физиков и лириков, организатор этнических фестивалей, родилась в Черновцах, выросла в Казани, с 1990 года жила в Израиле, с 1999 живет в Канаде, автор двух книг, член Союза русскоязычных писателей, Израиля, обладатель диплома имени Шолома Лейхема, основатель ведущей популярных радиопрограмм, публиковалась в журналах и эль-монахах Канады, Израиля, США, Украины, Россия и Европы. У Виты есть награды. В 2014 году от муниципалитета Торонто за вклад в культурную жизнь города. В 2018 году от Кнеста Израиля за ежегодный фестиваль от Азой и вклад в еврейскую культуру. В 2020 году от Канаде Этник Медиа Ассоциации за проект многоязыкой поэзии «In Flanders Fields». И в 2021 году этот проект также номинирован на премию генерал-губернатора Канады. В 2023 году У Виты награда, гуманитарная награда компании Rogers Communications. Вита вела антивоенные проекты «Три вопроса» интервью с выдающимися деятелями культуры о связи агрессии Российской Федерации с историей и словесностью и «Живи, Израиль!» о творчестве перед настоящей войной. Пожалуйста, Вита, начинайте. Виталий, большое спасибо за это введение. Хочу только сказать, что поскольку войны происходят до сих пор, то проекты действуют до сих пор. Это не в прошедшем времени. К сожалению, это нон-стоп настоящее. Если кому что-то интересное, то потом я о них с удовольствием расскажу. Это страшно волнующая меня тема. Огромное место в моей душе. Хочу сказать, что у вас лицо пересекло, полоса какая-то. Я не знаю, что здесь делать. Сейчас попробую. У нас тут солнечный... Это не то, чтобы меня тут кто-то пересек. Это у нас солнечный день в Торонто. Вот у вас светит, полоска солнечная. Ну, ничего страшного, так сказать. Ну, вот я вот так сдвинусь тогда чуть-чуть. Хорошо. Мы с солнцем будем гулять мимо... Отлично, да. Да, по очереди. Просто встал за его спиной, как часовой с ружьем. Пожалуйста. Да, сейчас я попробую еще один трик сделать, секунду. Откуда это, Виталий, про часового с ружьем? Это из Бабеля. Из Бабеля, точно. Да, 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 да. Да. Вот. В Бабеля у меня тоже был с одной замечательной музыкантшей моноспектакля, то было по рассказу в подвале. Вот. Значит, итак. Нехамали в шицейте. Одна из величайших... Я думаю, что это вообще одна из величайших музыкантов всех времен и народов. Явление уникальное. Когда говорят о еврейской культуре, о музыкантах еврейской культуры, называют самые разные имена, Нехаму называют последней. А должны были бы первой и по художественному уровню, и по всему остальному. Просто таким драматическим образом сложилась ее судьба. И вот Виталий уже упомянул фестиваль Оттазой, который у нас происходит ежегодно с 2014 года. У нее был собственный личный вклад в этот фестиваль. Она была уже совсем старая, а вклад невероятно сделала. Ну, значит, начнем сначала. Как я познакомилась с ее творчеством еще в раннем детстве. Я действительно родилась в Черновцах. Выросла я в Казани. В Черновце ездила в гости к бабушкам и дедушкам. В связи с национальной культурой, значит, у меня было, я бы сказала, чувство противоречия. В моем родном городе я всегда была единственная еврейка в классе. Надо было, так сказать, держаться. Но национального сентимента особенного у меня не было. Мне нравилась еврейская еда, которую бабушки готовили. А когда они пытались учить меня языку идыш, говорить на идыш, меня раздражал акцент, идыш-акцент. В общем, мне казался сам идыш каким-то вот слишком сладким, сентиментальным, вызывающим, бьющим на жалость, скажем так. Не нравилось. Дед пробовал учить со мной иврит. Вот это мне нравилось. Иврит звучал гордо, торжественно и так далее. Значит, такая вот история. Но из всей идыш-культуры, к которой меня приучали, была одна маленькая вещь, где я была с бабушкой, и со всеми, и с бабушками, и с дедушками, была на одной волне. Вот это вот пластинка. Виталий, виден мой экран? Да. Это пластинка, которую наверняка многие из вас знают. Может быть, даже и не все песни. И ничего я не понимала абсолютно в том, что там пелось, но непонятным образом, какой-то магией оно на меня действовало. И это то, с чем мы были с бабушками, с моими родными, на одной волне. Это песни Нехамали в Шицайте. Значит, вот волшебная сила искусства. Нехама. Наверное, лучше всего начать, собственно, с песни, которая первая меня вот так вот потрясла и забрала когда-то. И, собственно, по этой песне, по припеву этой песни, я назвала свой фестиваль «Отазой». «Отазой». Песенка называется «Нигендл». Так есть песенка, мотивчик. Кто знает иврит, линоген – это играть. Ничего особенного в этом тексте нет. Есть у нас песенка. Она звучит так красиво. Ее мы пели, когда были детьми. Ее пели наша мама с папой. Ее пел рэбэ у нас в хедере. Вот послушайте, ай-яй-яй-яй, и от «Отазой». Вот так, детки, вот так надо петь. Вот такая вот песенка. Сейчас я проиграю. И то же самое. Если вдруг не слышно, дайте мне знать, пожалуйста. Песенка называется «Отазой». Субтитры создавал DimaTorzok Так, значит, «Нигендл». Поем вместе. Ну, Нехама. Нехама Левши Цайте родилась в 1927 году в Каунасе. Родители ее познакомились в 19-м году на дороге из Вильна в Каунас. Дело в том, что в 19-м году в Вильна был огромный еврейский погром, и люди пешком шли из Вильна в Каунас. Это больше ста километров. Ее отец шел со скрипачкой. Он был музыкант, а еще преподаватель, а еще врач. Вообще семья была какая-то замечательная. Нехама потом вспоминала, что у нее было очень счастливое детство. Родители любили друг друга. Все предвоенные годы у нее были очень и очень счастливые. Отец преподавал в школе. Школа называлась Тарбуд. Преподавание на иврите. Тарбуд на иврите означает «культура». И Нехама ходила тоже в эту школу, когда она была маленькая. И все было хорошо. Когда началась война, то, естественно, в Каунас немцы вступили почти сразу. И семья Нехама просто повезло. Еще раз. Скажите, пожалуйста, видна ли фотография солдат? Видно. Да. Семья Нехама повезло. Они успели на какой-то пожарной машине убежать просто прямо у немцев из-под носа. Вот буквально. Эвакуировались. Эвакуировались в Узбекистан. Жили они в маленьком поселке. В общем, самое главное, я думаю, во всем тот факт, что они выжили. Они, конечно, голодали, как часто люди в эвакуации. Но все-таки они там жили. И там Нехама закончила школу. Она выучила русский и узбекский язык. И в комсомол вступила, и в самодеятельности участвовала. У них дома часто устраивались семейные концерты. Семья вообще была музыкальная. Один раз она даже участвовала в сборном концерте в городе на Монгане. В общем, как-то это было все прилично. Хотя, конечно, голод, лишения и никого родных и друзей. Но когда они вернулись в Каунас, то оказалось, что все эти несчастья – это на самом деле было счастье. Потому что, например, из ее класса Нехама осталась единственной выжившей девочкой. У них не было ни родных, ни друзей, больше никого. Жизнь надо было начинать сначала. Нехама в 1946 году поступила в консерваторию в Вильнюс. Закончила ее по классу вокала в 1951 году. И даже какое-то время работала солисткой Каунасской оперы. После этого ее любовь и дыш песни. Ну, понятно, какое время. То есть это разгром еврейского антифашистского комитета. Потом дело врачей. А потом умер Сталин. И стало что-то можно. И стало что-то можно даже в контексте еврейской культуры. Проиграю вам одну из таких песенок, которые очень подходят для девушки и для девушек того времени. Песенка называется «Мама шлофмальтник» – «Мама, не бей меня». Поется она от имени девушки, которую соблазнил парень. Пришел Янкель Скорняк. Он мне нравится. Он меня целовал. Я сказала нет. Но он сказал да. А теперь уже поздно. «Мама, не бей меня». Ну, вот такая песенка. Сейчас покажу. Народная. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Итак, «Мама, не бей меня». Значит, и другие песни народные, и стилизации идыш. Она стала выступать. Она стала выступать. У нее появились собственные программы. У нее появились поклонники. И она даже как-то удавалась куда-то ездить. У нее была целая программа под названием «Вечера еврейской песни». Вот, например, вот это. Это афиша из Ленинграда 1956 года. Конечно, для людей, для евреев, и для многих не только для евреев, это было большое дело. Тот факт, что можно прийти и послушать, и вспомнить. Тогда еще гораздо больше людей говорили на идыш, чем сейчас. Большое дело. Огромное. Выступала. И уже был какой-то первый успех. Но для того, чтобы выйти на настоящий, на большой уровень, надо было стать лауреатом какого-нибудь конкурса, принимать участие в чем-то действительно по-настоящему большому. И в 1958 году Нехтхама поехала на конкурс, всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве. Был третий всесоюзный конкурс артистов эстрады. Это действительно было огромное действие. И это был какой-то фантастический ее успех. Да, в жюри среди прочих людей сидел Леонид Утесов. И вот как вспоминает сам Утесов о ее выступлении. Вышла на сцену хрупкая маленькая женщина в черном платье с одним рукавом, взмахнула руками, запела о портняшке, и по залу как будто бы полетели птицы. А вот что вспоминает сама Левши Цайты. Утесов приподнялся, подался вперед, и все мое выступление простояло вот так, сверляя меня глазами, словно я встала из мертвых. Она получила первое место и с 59-го года уже выступала как солист Калининградской филармонии. Но на самом деле дело не только в самом лауреатстве. Дело в том отклике, который она получила от людей, и в той огромной поддержке. Снова слова Нехама из ее воспоминаний. Меня тесным кольцом окружили вдовы и дети расстрелянных писателей и актеров. Алла Зузкина, Тата Михоэлс морально поддержали меня, а ведь я, признаться, даже не готова была к столь головокружительному успеху. Они все напутствовали меня словами. Нехама, пой от имени наших погибших отцов и мужей. Я проиграю одну песенку. Называется она «Веселый портной». Вообще о портных очень много песен в еврейском фольклоре. Понятно, это традиционная еврейская профессия была. В этой песне слов очень мало. Одним из героев песни является, может быть, главным героем, является мотив. Поет бедный, просто нищий парняшка. Он работает день и ночь, чтобы еле-еле свести концы с концами. Хозяин его нещадно эксплуатирует. У него ничего нет, но есть вот этот мотив. Послушайте, ай-яй-яй-яй. И он говорит, что он голоден. С утра у него не было во рту ни крошки, кроме вот этого мотива, божественного вкуса. Сейчас поставлю. С утра у него не было во рту ни крошки, ай-яй-яй-яй-яй. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Любил и любит бардовскую песню, мы все знаем. «Зеленая карета» Александра Суханова. Это стихотворение Овсея Дриза в переводе на русский. Стихотворение Овсея Дриза в переводе на русский. Перевод сделал Генрих Садгер. Так вот, именно этот Овсея Дриза к ней и подошел с предложением сделать песню. Какую песню? Овсея Дриза был киевлянием. И у него еще в 54-м году было написано стихотворение «Баби Яр», «Колыбельная Бабину Яру». Вот так этот текст выглядел на языке ибиш. «Колыбельная Баби Му Яру». Вот эту картинку я нашла. Мне не удалось найти, где. Это была газета, книга. Что это? Собственно, тема «Баби Яра» замалчивалась. Не знаю. Картинка есть, текст есть, фотография есть. Большего я, собственно, об этом сказать не могу. Вот этот вот, этот самый оригинал. Вот. Значит, я прочту перевод этого стихотворения. Перевод сделан. Есть несколько переводов. Я прочту тот, что сделан Александром Изеровичем. Поет безумная мать. Женщина, потерявшая обоих детей в «Баби Яру». Я бы повесила люльку на балке. Качала бы сыночку Янкеле. Но рухнули балки в огне этой ночи. Как же качать мне тебя, мой сыночек? Белые голуби, черные вешки. Остались от дома одни головешки. Я бы свои длинные косы отрезала, Чтоб люльку повесить для доченьки Рейзилы. Но стали золою на дубе листочки. Как же мне люльку повесить для дочки? Где он, мой дом? Не осталось и досточки. Среди угольков моих деточек косточки. Матери, матери, все приходите. Выплакать песню мою. Помогите. Я не могу ни молчать, ни кричать. Песни моей «Баби Яр» укачать. Вот. Значит, Дрис хотел, чтобы это была песня. И нашел подходящего для создания песни композитора. Это была рифка боярская, киевлянка, жившая на тот момент уже в Москве. И понятно, что не любая певица могла бы исполнить такую песню. И одних вокальных данных недостаточно. И вот нашлась Михаила. Рифка на тот момент была уже совсем старая. Она была парализована. Она диктовала ноты, лежа в кровати. И рядом девочка-студентка эти ноты записывала. И писалась, значит, с учетом вокальных данных Нехамы. Я хочу проиграть эту песню вместе с видео. Значит, обычно, когда я делаю зум-презентации, я стараюсь, чтобы видео и аудио проигрывать на минуту, на полторы минуты. Потому что зум – это не то же самое, что живое выступление. Это не так слушается. Здесь это длинная песня, шесть с половиной минут. Вот. И я попробую проиграть три. Значит, три из них, по-моему, здесь не только аудио, но и видео заслуживают внимания. Давайте глубоко вдохнем, наберемся мужества. И эти три минуты я проиграю. Секунду. Сейчас я кончу. Видно, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достойных артистов И, конечно же, она пела эту песню Это празднование столетия Шаламалехова Это было событие мирового масштаба Люди приехали со всей страны в Париж В Париже в огромном зале Олимпия Был устроен такой гала-концерт И кто там только не выступал И песня Баби Ярный Хам Занимала, конечно, какое-то отдельное место Во всем этом действии Когда она эту песню спела То весь огромный зал Олимпии встал Вот И трудно определять все это словом Успех или какими-то вот такими вот словами Но это, значит, это то, что было Она вернулась И после возвращения с этих гастролей У нее были два концерта в Киеве Запланированные Киев, нигде-нибудь И на одном из концертов Она спела эту песню А тема Баби Бояра замолчалась настолько Что вот пластинка, которую я показывала В самом начале, там есть эта песня Она называется «Песня матери» Значит, произнести слово Баби Яр Это не дай бог Ну, разумеется, историю все знают Но все-таки давайте Давайте покажу Давайте покажу некоторые фотографии Просто чтобы напомнить Некоторые цифры Значит, Баби Яр Еще военного времени Фото немецкого корреспондента Вот В 52-м году Было принято решение О том, чтобы сделать там Сволку строительных отходов Прямо вот в самом этом месте Вот И в 61-м году Прорвало дамбу Которая отделяла Баби Яр от города Туда полились отходы Это было страшное грязевое наводнение Погибло очень много людей Ну, значит Технические причины были А в народе люди говорили, что Что это мертвые Мстят живым за кощунство Вот Итак Баби Яр Спела Нехама эту песню На первом киевском концерте И точно так же, как в Париже Весь огромный зал встал И тут же дали занавес И после этого концерта Ее вызвали в ЦК И сказали, что Хватит, чтобы больше она не пела Эту песню Ну, значит Это неправильно Вот Второй концерт Ну, как не петь Это Киев После войны прошло всего ничего И люди хотят Ну, как это можно Она спела Это уже были вегетарианские времена Вполне То есть Ее никуда, ни в какую тюрьму не посадили Этого ничего не было Но Но, в общем Этой головокружительной карьере Ее Пришел конец Ее стали страшно притеснять Ей очень сократили регион Только Прибалтика Иногда что-то туда-сюда выступали Таскали в ЦК То нельзя И это нельзя Она, разумеется, во всех своих выступлениях Пела советские песни Включала все, что Все, что как бы Требовалось Ну, что ли Такому Нормальному Лояльному советскому гражданину Но это не помогало Ее все равно Таскали Ее все равно Запрещали Вот Александр Галич Посвятил ей песню Которая называется Засыпая и просыпаясь В Галичевской песне Есть такие слова А над бабем яром Смех и музыка Значит, все в порядке Списано Ну, вот так вот Как всей стране положено было спать Так и Спать И, так сказать И просто шагать в ногу Значит, если не хочешь То обвиняй на себя Она И, на самом деле Еще до До этой истории С песней Баби Яр Она была на карандаше У органов Ее все время Обвиняли В национализме Значит По понятным причинам Ну Смотря, так сказать Что Что понимать Под национализмом Она действительно Когда люди Слушали ее песни У них действительно Поднималось Национальное самосознание В одном концерте Где она пела песенку В пятницу вечером Ну, знаете Каббалат Шаваб Встречает Субботу встречают В пятницу вечером Вот Значит На этом концерте Она Вышла она В таком Черном Концертном платье А сверху Был наброшен Такой полупрозрачный Белый шарф С черными полосками Подаренный Еще в Париже Как-то это напоминало Талис Вот Я проиграю Эту песенку Здесь Не нашла достойного видео Проиграю Только аудио Без картинок Это Человек Вспоминает Как Как мы были Детьми Как мы встречали Субботу В пятницу вечером Как пели Субботние песни И отец Проверял знания Талмуда Бабушка Рассказывала Сказки Ну вот Вот это вот Friday Nacht Секунду Иггдер молдихон Дэнфрайс Дэкавдернохт Хойсер аширес Дэр татэ Мидькинберс Аблокт Флегмур Дингэнс Мирес Флегмур Мидькинбер Мидькин «А brand» Мидькин Ой В debut Мидькин Шва Из Шва И Я датот Майдот Я датот Майдот пела пела несмотря ни на что пела там где где разрешали где можно было и люди просто валом валили на ее концерты там где могли найти ехали в другие города дел делали так сказать все что угодно все что все что было в их силах чтобы послушать послушать это культовое действие она и дешкультура была ее любовью дело не только в певческом таланте вот что вспоминает один из ее биографов дыхама была неистащима на выдумку когда речь шла главным для нее вытащить из мрака забвения национальные музыкальные шедевры она разыскивала редкие публикации еврейских поэтов для нее писали или переделывались писали новые тексты переделывали старые она находила композиторов читала им стихи а за музыку чаще всего самая платила однажды она вышла на сцену объявив свою песню следующим образом эта песня родилась в царской россии и была протестом против бога потому что он забыл свой народ и она запела или или лама азавтани разумеется еврей господи зачем ты нас покинул и после концерта когда ее спросили на каком языке была эта песня она честно глядя в глаза ответила на арамейском вот там там где разрешали петь она делала все что она могла но притесняли ее конечно страшно и было понятно что что надо уезжать и дело кончилось тем что действительно в 69 году она уехала в израиль конечно был большой разгром всюду посыпались страшные разгромные статьи вот сейчас я показываю статью из газеты советская культура по поводу элементарной порядочности госпожи левшицайты разумеется честь или ее и так и и особенно забавно что в конце говорить стать конце статьи говорится о том что она вероятно забыла о жертвах госпожа левшицайты забыла о жертвах фашизма почему же жертвах фашизма ну вот теперь понятно что она будет петь перед израильскими генералами которые агрессоры и все 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 предлагает предлагающаяся к этому риторика уехала в израиле конечно встречали ее там с очень большим почетом извините пожалуйста некоторые техническая на секунду в изъя извините пожалуйста у меня тут что-то с интернетом вероятно у меня слышите видите да прекрасно очень хорошо наладилось значит разумеется я встречали с большим почетом в аэропорту я встречала не кто-нибудь а голда мэйр люди знали кто это такая и знали что это не просто великий талант это это великая личность на самом деле вот и и любили ее и и были у нее концерты и и вышла пару пластинок кстати как и в советском союзе и были некоторые гастроли и там и всем она кстати после 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 эмиграции после алии в израиль она сменила свою фамилию на лившиц и уже если будете искать будете искать информацию о ней ищите и лившиц сайты и лившиц вообще сама приставка это окончание айты на литовском означает просто мисс фамилия лившиц сайта на литовском это мисс лившиц в израиле она уже выступала как лившиц и начиная с 69 года гастроли у нее такие и пластинки такие и все вот все это было там хорошо и красиво и пела на эти песни и ее любили как личность но и в почете она была еще много раз я повторяю она ездила сопровождала израильских израильских политиков на на международные поездки была в почете она но не живая вода ее творчество язык и дыш в почете не был то что я рассказывала вам о себе значит как я маленькая дурочка ездила в гости к бабушкам дедушкам как они меня пытались приучить к и дыше как мне это все не нравилось язык казался жалким когда я 30-летним уже человеком приехала в израиле там прожила 9 лет то с большим интересом я обнаружила что у государства политика вполне совпадает с моим идиотическим тогдашним детским ощущением иврит это хорошо и дыш это плохо язык рабства ну ну и так далее там вспоминаются жуткие истории бен-гуре он когда-то стали приезжать люди выжившие после немецких лагерей одна женщина обратилась к нему на и дыш он вообще не знал другого языка бен-гуре он ответил что на языке рабство он говорить не будет ну вот так вот такие вот я когда приехала в израиль стыду своему и дышал меня тогда сантимента не было но мне было жалко живых еще бабушек тогда его и всех людей этого поколения значит люди приезжают в еврейскую страну говорят на еврейском языке мол того что их никто не понимает их еще и над ними еще смеются я стала поворачиваться к этой и дыш культуре гораздо позже на самом деле уже в уже в канаде почему я стал делать если угодно из чувства вины вдруг я поняла что что есть масса вещей и которые хотела бы спросить уже некого старшее поколение или значит люди или ушли или потеряли память это и так и потеряли между чем именно поэтому я и затеял свой фестиваль от азой черта надо же сохранить то хотя бы то немногое что осталось очень 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 постараться сохранить вот значит на хама повторяю со своими и дыш песнями она пела на иврите тоже и и как бы это все было но это дело дело было не дело было не в ней дело было в этом что ли срезе времени у нее был продюсер который потом обанкротился и более-менее с концертами было покончено ну она собственно была уже и возрасте вот ты и уже вполне возрастная фотография вот у нее всегда был мастер-класс и мастер-класс прекрасный я кстати через этот мастер-класс с ней именно с ней в какой-то момент и познакомилась не прекращая вот этой вот музыкальной деятельности она выучилась на на специальность библиотекаря и она заведовала историческим архивом музыкальной библиотеки при тель-авильском университете потом стала директором вот все это было так сказать хорошо и интересно но конечно самое главное то что она хотела бы это петь песни на и дыш этого было мало во всяком случае гораздо меньше чем чем ей того хотелось бы проиграю сейчас проиграем не песенку на и дыш проиграю еще значит еще одну песню из этого ее репертуара песня на самом деле историческая это такое и дыш танго вот для которого для которого специально нам он на музыку этой песни специально для нехамы были или изменены слова и осип капли поменял а музыка это было то что люди пели еще и во времена холокоста и до холокоста сыграй мне песенку на и дыш а и а и 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 Субтитры подогнали Симон. 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 значит, слова Ицека Мангера и композитор Эммануэл Хакен попробуйте расслышать. Это не лучшее качество записи, и голос у него был уже слабый. Ну вот в эти... Упс, нет, это не то, извините. Извините. Не получилось. Слышно ли? Слышно. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Хочу сказать, что на живых программах На живых презентациях Которые есть Когда я заканчиваю этой песней Приглашаю людей танцевать Даже те, кто танцевать не умеют И в не самой хорошей форме Добро пожаловать и все В заключение хочу сказать еще одну вещь Вот эта пластинка, которую я показывала С совершенно бесценными записями Я даже когда Сделала объявление о своем выступлении В вашем прекрасном клубе Некоторые отклики были такие А у меня есть пластинка только запиленная Слушать невозможно У меня есть оцифрованные записи С этой пластинки Это навсегда Мне уже не испортится Потому что оцифрованный Кому интересно, пожалуйста Без проблем Есть способы пересылания Больших тяжелых файлов И с радостью перешлю Через Виталия Ильича Или еще как-нибудь, как скажется Ну в общем, это Собственно все, что я хотела сказать Хорошо, спасибо Спасибо Есть какие-нибудь вопросы? Поднимайте руку Будьте всего электронно Но я буду стараться смотреть тоже Я не вижу всех Я вижу что-то в чате Включите себя сами Включите себя сами Я не могу вас включать Я вижу похвалу Большое-большое спасибо Спасибо Спасибо, Анна Анна Скоробская Вита, это Нета, привет О, Нетка, привет Слушай, с тобой не соскучишься вообще У тебя каждый раз другие псевдонимы Я для себя открываю все больше и больше Чего я делала в Израиле, уж не знаю В общем, надо снова ехать И начинать все с нуля Молодец, спасибо большое Очень интересная программа И совершенно великолепный голос Отлично Нетка, спасибо тебе Мне очень-очень дорога твоя похвала Я знаю, что ты понимаешь И просто так говорить не будешь Спасибо Лёва Лёва, да Да, сейчас Люба задаст Лёвчику, пожалуйста Желаю Я хочу спросить вас Можно? Конечно Вас не видно О, да Я сейчас-час Повторяю Все половину Повторяю Дело просто в том, что я не член клуба Но у меня есть такая вот жажда найти одну песню Нехама Она называется Когда я с тобой весна со мной Или когда ты со мной Весна со мной А с ту без до И с фриллингс до Может быть Я просто очень давно её ищу И даже как-то завязывалась с Израилем На случай Вдруг она там известна Я её могу, так сказать, напеть Но это ничего не даёт для поиска Вы знаете, давайте сделаем так Как я сказала, я с удовольствием перешлю вам Во-первых, я поищу песни Потому что у меня есть полный набор пластинки Но сейчас, наверное, вы не увидите Более того Распечатка, которая была Значит, с этой пластинки Там название всех песен И краткое содержание Причём даже я своим совсем неискушённым взглядом Вижу, что есть некоторые ошибки Скорника они называют сапожником Ну, те полтора слова, что я знаю на иды Даже ошибки есть Но, по-моему, про весну там что-то есть Кто это говорит? Светлана? Нет Нет, это Лев, мой муж Да, я член клуба Лев, я сестра Не важно Я пришлю и это, и всё остальное Если я смогу просто всё Если не найду этой песни Знаете, я просто обожаю её Лев, что стоит И я очень ждала вот этого вашего выступления Вы замечательно всё рассказали Просто замечательно Спасибо вам Скажите, а почему вы любите Присоединяемся Спасибо большое Почему вы любите именно эту песню И откуда вы её знаете С этой пластинки Не надо обсуждения заводить Сейчас вопросы Откуда вы знаете именно эту песню? С этой пластинки или ещё Знаете, я её знаю сто лет Вот примерно столько я живу Я знаю эту песню Потому что моя родня Они очень еврейские были люди всегда И вот эта мамина сестра У неё была Обромная коллекция пластинок Разных И в том числе Нехама Много песен очень Но всё уже ушло вообще Она же в музыкальном магазине работала В Москве Нет, это не она Это не она Пардон Не важно Ваша, я смогу найти эту песню у Розы Потому что я Как раз ей сейчас говорил Извините, что вас прервал Просто я дальний родственник Нехамы И с её дочкой учился В математической школе в Вильнюсе И мы дружили И с подачи как раз Розы Я приехал в Израиль В 90-м году Так что я вам найду эту песню через Розу Через Вот Артур, да, говорит? Арон, говорит Арон А, здравствуйте, Арон Здравствуйте, здравствуйте Изумительный взгляд на вещи с вашей стороны Очень личный Спасибо Совершенно невероятный Знаете, вы меня напомнили Спасибо большое вам Спасибо Да, спасибо Я хочу сказать две ремарки Когда я увидел Киевский кастр Молодец Когда евреи шли в шеренги То моя мама в Кауновском гетто Как раз в Кауновском гетто Ты меня спрагиваешь, там всё видно Убежала из этого марша Она была очень смелая девушка Всё, что там видно И она убежала Тебе кажется, это у нас так видно Так что у нас было мне воспоминание Очень сильное про то, как можно убегать Из такого марша смерти Это уникальный случай, конечно Такого, наверное, не было или почти не было Почти не было Когда они две убежали Немцы всех искали В малинах, так называемых Они были под землёй Прятались Их откапывали Это сейчас не стоит Но я вас благодарю за то, что это у вас педрянь Спасибо Всё вопросы? Я не вижу Никто Лёня, вот Светлана давно подняла руку Лёня, Светлана Лёня, Светлана Она давно руку поднимает Я не вижу Хорошо, Светлана, да Спасибо Люба Славина поднималась Светлана Хорошо Во-первых, я предлагаю всё-таки перейти к нашему порядку Сначала мы задаём вопросы Потом уже отзывы, обсуждения Это порядок нашего клуба И у меня такой вопрос Скажите, пожалуйста Какое состояние идашской культуры сейчас в Израиле? И какие вообще центры идашской культуры вы знаете? В Израиле гораздо Я думаю, что как и во всём мире Во всяком случае, гораздо лучше, чем когда я приехала туда в 90-м году То есть многие люди стали интересоваться всё же Самые разные Евгений Кисин выучил идаш Пишет на идаш стихи И чего-то, чего только нет Есть, создаются театры В разных местах Но я не живу в Израиле Я жила в Израиле с 90-го по 99-й После этого я переехала в Торонто Делается, что возможно Я знаю отдельных людей, которые занимаются идаш Есть идаш-центр Им руководит человек по имени Леонид Ройтман, кажется Что-то происходит У нас в Торонто есть в университете курсы идаш-языка У меня дочь закончила, учила идаш Хорошо, у неё абсолютно выученный язык Ну и так далее Меня удивило В Тель-Авиве есть же музей диаспоры И в основном это музей сифардской культуры А не ашкенадской, не идашской Какой-то, в общем, перекос в сторону сифардской культуры Вот это меня удивило А я была в 22-м году То есть это совсем недавно Так что, похоже, всё-таки Идашская культура немножко Ну, как бы на втором плане в Израиле Возможно Вот я вижу, кто-то пишет, что есть театр идаш-шпиль Не знаю Может быть, те израильтяне, кто есть здесь на Zoom Могут лучше ответить на этот вопрос Не знаю Могу сказать только то, что знаю У меня в клубе очень часто Выстраиваются самые разные В фестивале назвала идаш именем Хотя языки еврейские звучат самые разные И, понятно, ивриты, английские, русские Ладино Как раз у нас это Не было пока языка эфиопских евреев Я за ним гоняюсь в ГС Вот Но много чего происходит Значит, люди, которым зачем-то Честно говоря, непонятно зачем Но вот зачем-то это надо Вот есть какое-то ощущение, что надо Люди вот такие же, как я, это делают Но По непонятной причине Большинству же вообще мы не можем сказать Почему мне вот этого хочется Этого нет Не знаю Ну вот надо зачем Но я как бы таким образом беседую С людьми старшего поколения Которых уже нет на свете Вот Что-то происходит Конкретно что есть Какие центры учат ли в Израиле? Идыш наверняка где-то учатся Я просто не знаю где Никто больше вопросов нет? Перейдем к обсуждению Леня, там поднимала руку Я не знаю, может она ушла Я не вижу, Виталик Почему это? Иногда Зум опускает руки Нет, дело в том, что я сама опустила Я просто Я просто Я не знаю, мои комментарии вообще нужны или нет И так далее У меня, например, в семье Вот Это моя боль Бабушки обе говорили на ядыш И у меня Не в обиду, Боже, сохрани Ядыш дома процветал Вот Другое дело, что все равно Русский язык был Мы жили в Москве И его Он умирал все равно Как сказать? Процветал И умирал Это противоречие, конечно Но как он мог процветать Когда, например, мой папа был военным Перебейте меня, если я говорю лишнее Или там время Военный офицер И просил меня учить Идыш Песни на идыш Для того, чтобы моя бабушка улыбнулась То есть его мама Что я и делала И мы танцевали И мы пели Идыш песни Любили и так далее Я некоторые без понимания Просто набор слов запоминала Это у нас вот процветало Внутри Вот за дверью Вышел за дверью Папа офицер Коммунист Это все нельзя Но любить мы любили И вот Что называется Тетвейды Гарти Если кто не понимает Болит сердце Что Что ядыш культура Она умирает Она не поддержана Я читала интервью Там Исака Бешевиса Лауреат Нобелевской премии И Лауреат Нобелевской премии Мира Израиль Который просто с собой Чуть не до ссоры Не нужен Идыш И все тут Конечно Новое поколение Идет вперед И мы Должны брать Новое Мы не можем Коня запрягать Когда машина есть Но из старого Например Идыш Такой остроумный язык Как моя бабушка говорила Это же чудо было То То лучшее Хорошее Из старого Тоже нужно брать В новое Но это не принято И это Тетвейды Арц Можно Есть ощущение Что это небезнадежно Скажем так Вот Можно Раз уж мы Перешли От вопросов К обсуждению Я все-таки Хочу Высказать Своё восхищение Потому что Вита В своём Докладе Сочетала Очень органично Академическую Строгость Историческую Строгость И в то же время Потрясающий Эмоциональный ряд И видео И аудио Вот это Редкостное Сочетание Просто Удивительное И я получила Не то что удовольствие Это не то слово Я как будто Вернулась Своим корням Хотя К сожалению Я и дыши не знаю Потому что Дедушки и бабушки Погибли У меня их не было Вот А мама была Из первых пионерок И она Наидыша Не говорила Вот Поэтому Это как бы На Подкорковом уровне Возвращение Своим корням Большое вам спасибо И очень Спасибо 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 Светлана Лёня Ты видишь Лиля подняла руку Ты не видишь Видимо поднятый круг Да Я Я вижу Вот я вижу Лиля У Лёни Видимо Другое видео Другое видео У меня не вся картинка Поэтому я Я туда буду Я туда буду Я туда буду Хорошо Я вижу Что Лиля Подняла руку Пожалуйста Лиля Я присоединяюсь К Светлане Я хочу выразить Своё восхищение Восхищение Докладом Восхищение Действительно По строениям Доклада Сочетанием И его воздействием Такое воздействие Ну просто Ну знаете До слёз Такое На чувство Восхищение Просто восхищение И при том Что действительно Вот у меня родители Из маленького местечка Они-то говорили Но с нами Практически К сожалению Говорили по-русски Идыш Не знаю Почти Но всё равно Восхищение Этой Этой великой Певицы Этой великой Женщиной И На уровне Ну на уровне Чувств Просто Невероятное Такое Восприятие Спасибо большое Я вижу Виталий Кирина Световича Она была у меня За экраном Ирина Пожалуйста Меня слышно Я на телефоне И не вижу Где включить звук Слышно Слышно Ой Хорошо Я полностью Присоединяюсь Вот действительно Получить удовольствие Это ничего не сказать Несмотря на то Что я тут Между двух огней металась Прошу прощения Но Потрясающе Вот именно Тоже совмещение Хотела подметить Вот это совмещение Видео И аудио И эмоционального Доклада Просто Потрясающе В ответ Ну не в ответ А в маленькое дополнение Вот то что вы сказали Что в Тель-Авиве Сын Ну когда мы там жили То Это было Что Тридцать Два Ну тридцать лет назад Когда он пошел Там в первый класс Или что-то Это было в Тель-Авиве И они Разучивали песни Наедишь Они вот Трумбалалай Купили И вот такие вот вещи Он знал несколько слов Дальше это похоже Никуда не пошло Но Но вот в начальных Классах школ Это было Раньше Что сейчас Тоже не знаю Ирина Вы даже не знаете Как вы попали Значит Фестиваль Отозой И так затеяла Его Десять лет назад И происходит Он каждый год И все И все Зачем Спрашивается Затеяла Для того Для того Чтобы поднимать То что Сохранить То что Что уходит Да Мне кажется Что если бы Кто-нибудь дал Вторую жизнь Я бы вообще Ее посвятила Флеклористике И не только Еврейской По-моему Это безумно Интересно Просто Еврейская Я больше знаю Да Так вот Начинаешь Собирать Разные музыкальные Что люди знают Тумбалалай И каждый раз Когда я беседую С музыкантами С кем угодно Певцы Инструменталка Все что хочешь Я думаю Вот я Человек Заявляю Или я приглашаю Или человек Заявляется Выступать На указу Я думаю Так Если мне сейчас Снова скажут Тумбалалай Я заплачу Просто Слезать Потому что Ну Это хорошо Или плохо Или я вас Троллила Я не пойму Или заплачу А может быть Зарычу Как раз Наоборот Дело в том Что во-первых Это не самое красивое Далеко не самое красивое Вот Справная песня Красивая Ничего Ничего Но просто У песен Такая же судьба Как и у людей Вот как Как и Сама Нехама Которая Должна Быть первой Бы А ее называют Последней В музыкантах Еврейской культуры Точно так же Со многими Другими песнями Я показала вам Одну картинку Из мультика Который Который У нас появился Значит История с мультиком Мультик Давайте скажу Несколько слов Потому что Это просто Показывает Что Что мне Таки да Интересно В эдэш культуре Что По-моему Что действительно Ценно Мультик Называется Штеттл В первый же раз В четырнадцатом году Как только Это сделала Люди начали Мне очень Активно Участвовать Присылать Интересные Материалы Прислали Такой Замечательный Мультик Безумно Талантливо Нарисованный Штеттл Автор Александр Павленко Художник Аниматор Я его никогда не видела Он живет в Германии Вот Хороший Мультик И там как бы Невидимая рука Рисует Жизнь этого местечка На твоих глазах Фигуры чуть-чуть Двигаются С огромным вкусом Сделал Вероятно Невероятно Так вот Прислали Мультик Хорош Но Звуковая Дорожка Это Еврейские Песни Мейнстрим Красивые Ну Очень Такой Мейнстрим А у меня Случайно Не случайно От старших Людей Моего поколения От бабушек От дедушек И их компаний Есть совершенно Бесценные Аутентичные Песни Настоящий Идыш Те Которые Те Которые Пели в местечках Поют Никакие Непрофессиональные Певцы Актеры Нет Поют Поют Вот это Старшее поколение И опять же Если интересно Я могу поставить Здесь В В окошко Чата Ссылку на На этот Мультик Называет Короче Я Разыскала Разыскала Художника Это было Нетрудно Просто по имени Объяснила Что мы делаем Давайте Сделаем Другую Звуковую Дорожку И так Действительно Получился Новый Мультик Штеттл У меня Есть Коллекция Этих Бесценных Записей Около 20 Мы с Моим Сыном Выбрали 8 Из них Сын Проделал Все Сын Сергей Проделал Все Аудио Инженерия Сергей Итальянский И получилась Совершенно Новая Звуковая Дорожка И автор Мультфильма Сделал Новый Фильм Это Вот Такое Действие У меня Есть Мечта Идиота Из этих 20 Писен Довести Это Все До Ума Сделать Нормальный Диск Сделать Переводы На русский На английский Напечатить На английский Сделать Переводы На русский На английский Как-то Навести Придать Этому Делу Какой-то Некоторый Академический Что-ли Смысл Ну Где же Взять Еще 24 Часа В одних Сутках И вообще Ни людей Не взять Да В общем Да Это к вопросу Это я все Длинно рассказываю Про ту балалайку Которая далеко Не самая интересная Это не то Что нужно Я-то дополнила Почему Вы сказали Кто живет в Израиле Как сейчас Было Это было не сейчас Но как И вот Все что я знаю О том Об Эдиши В Израиле Что Мой сын В начальной школе Вот они Изучали Какие-то Мальчик Девочка И пели Вот это Все Я знаю Об Эдиши То что есть Больше Ну не знаю Надо действительно Спросите Кто Там я не знаю Театр Спасибо вам Спасибо Еще вижу Яна Жанна Жанна Тут электронно Не вижу Никого Ну ничего Я начну говорить Вы меня увидите Да Пожалуйста Поскольку у вас Много вопросов Кидыш В Израиле Я из Израиля Где вы живете В каком городе А у меня написано Город Вы считаете Английский Я не вижу Не написано О да Да Это когда-то Была даже Столица Израиля Но мы не об этом У вас Слезы на глазах Появились Свиты У меня Тоже Я помню Хамон Девшицайте На сцене Вильнюсской Филармонии Когда я еще была Ну совсем молодая Совсем Она Конечно Она нравилась Нам всем Очень хрупкая Но с очень красивым Таким высоким Голосом Потом я еще Какое-то время Жила там Вильнюсе А потом мы с ней По разным странам Разъехались Хочу сказать Когда сюда В Израиль Приехал Наверное Один из последних Магикан Кто писал Наидош Григорий Канович Наверное Тут большинство Евреев По-моему Все его читали Это Какая встреча Была у Кановича С Левшицайте На радио Ее вывели В эфир И он По голосу Ее узнал Мне кажется У них У обоих Секли слезы Это С большой Теплотой Но он уже Тоже покойный Канович Два Три года Назад Ушел Тоже Из жизни Ну а теперь К Израилю Не могу Сказать Что у меня Информация Сегодняшняя Но Года Два Три Назад В районе Большого Тель-Авива Были Курсы Идыш Идыш Шпиль Есть Правильно Но посещают Такая молодежь Как я И то Больше Половины Не понимают Ну просто Не понимают Вот бывает Даже приезжают К нам На сцену Из Идыш Шпиль Ну люди Идут Ну смотрят Ну слушают Но слов Не понимают Вот в таком состоянии Так я вижу Я здесь живу Уже достаточно Давно Больше Тридцати лет Так что Вроде как Знаю Обстановку В Израиле Но я не вижу Тут Идыш Нет А дети Внуки Мои дети На Идыш Знают Пару слов Мои дети То есть Уже взрослые А внуки Вообще Ничего До них Это не доходит А если Где-то В какой-то Школе Учили Тумбалалайку Ну так что Тумбалалайку И хаванагилы Уже И японцы Поют И африканцы Поют Это Те две Песни Которые Весь мир Знает Это не Показатель Того что Идыш Распространяется Нет Нет В Израиле Есть Ну как Он Органичным Образом Как бы Странным Образом Иногда Даже Входит Ну например Еврейское слово Трепаться Швиц Швицер Наидыш Часто пользуется Словом Ля швиц То есть добавляет Ну как бы Структуру Еврейского Глагола Ну я понимаю И тот И тот Да Да И так далее В английском То же самое Происходит Швиц Это не совсем Трепаться Швицер Это же Хвастун Скорее Ну да Показушник Для девушки А если Фамилия Вы выходите Пусть даже Жерезник Вы ходите Замуж По фамилии Мужа Вы становитесь В Жерезникене А Ну так это Тогда это действительно Мисс Это окончание Которое указывает Правильно я говорю Да Это и есть Она была Мисс Правильно Правильно Это просто Как-нибудь Показывает Замужем Ты Ну так Мисс Или ты Девушка А кстати Я так и не знаю Она вышла Замуж Нехама Выходила Замуж Дети у нее были Честно говоря Внимательно Не смотрела Но вот Здесь есть Ром Брезницкий Который Ее дальний Родственник А вот он Не качает Головой Что Выходила Выходила По-моему да Дети, внуки И правнуки А да Рада слышать Об этом Адольный Хамель Шицайте На советском поле Были две Очень сильные Певицы И тоже пели Наидыш Если вы помните Сидиталь И Анна Гузик Конечно Сидиталь Я просто знаю Моя бабушка В Черновцах Она ее хорошо знала Она была соседка И фотографии есть И все Была очень Очень сильная Сейчас это улица Где мы жили Называется Сидиталь Была улица Островского В Черновцах Конечно Да Ну и Михаил Как Выскочил Михаил Александрович Вас Он тоже много песен Пел Наидыш Он у нас В доме Играл На пианино И пел И Горовиц был Да Горовиц Кажется Еще Горовиц был Александровича Я как бы Знала Лично Но был какой Да Он тоже пел Наидыш Извините Если задержала Опускай руку Можно мне теперь Моя мама Приехала в Союз В 30-м году Она не говорила По-русски Она с бабушкой Разговаривали Наидыш Конечно Мы слышали Это И немножко понимали Мама говорила Прекрасно Потом Пенитировалось Это Наидыш Я чувствовал Мой дед Со стороны отца Жил в маленьком местечке В поле Это известный Маленький городок Куда выше Осталось Только По-моему Семей 12 Но я туда ездил Ребятик Там было Тудышнее Делать было Нечего А дед Сохранил Какие-то книги Наидыш Которые были запрещены Где-то Они лежали На чердаке А почему-то Конечно Их бы нашли Если бы не образ был Но он их прятал После Нечего делать Я как-то Дед Десять Начался Читать Я читал Эти книги Когда я вернулся В Киеве Я начал Покупать Книги Которые Было трудно Достать Еврейские Я уехал Сюда В Америку Один Моя жена Выезжала С дочкой Они оставили Книги Но я бы Их Наверное Сейчас Уже И не читал Замечательно Извините Я не вижу Как вас зовут Леонид Я говорил Вот и все Большое спасибо Я тут вижу В чате пишут Евгений Кисин Выучил Не просто Знаете У меня тут Как бы личная история Произошла Евгений Кисин Великий музыкант У меня получилось Так что я Ни разу Не была На его концертах Слушала Только записи Вот Стало его Больше слушать На самом деле Из-за интереса Ну хорошо известно Что в еврейской среде Хорошо известно Что он не просто Выучил Идиш Он пишет Стихи на идиш И так декламирует Еврейских Поэтому Мне попалась Запись Одна Попалась Запись Где он Где он Декламирует Еврейского поэта Моши Лейба И в титрах Было написано Послушайте Сейчас Если можно Если вы не говорите Можете себя поставить На беззвучный режим Вот И значит В титрах Было написано Что стихотворение Называется От Азой Вот И в Кисин Совсем молодой Еще его прекрасно читает Я стала больше Слушать И интервью И записи И так далее Была потрясена Еще удивилась Как же это стихотворение Я его не могу Найти На интернете Вот И тут А тут еще я узнала Что Кисина Мало того Что он Идиш культуру Вкладывает Его объявили Иностранным агентом За его антивоенные выступления Благо он в России Уже не живет Вот Как-то я была Под большим впечатлением А тут еще у него День рождения Совсем недавно Пару месяцев назад Объявили У него день рождения Прямо Почти одновременно С моим Короче Со мной бывает Такое нечасто Чтобы я писала Кому-то посвящение Написала стихотворение Ему Я его лично не знаю Стихотворение передали Ему очень понравилось Написал Вау Но я написала еще Несколько строчек И о своем фестивале О том Какое на меня Сильное впечатление Произвела Произвела его декламация Стихотворение Мойши Галперна Отозой Он отозвал И то и другое Спасибо Но стихотворение Мойши Лепет Галперна Называется Не отозой А глатозой Отозой Вот так Глатозой Просто так И тут я обнаглела Я среди прочего Занимаюсь разными переводами Большинство у меня Кроме своих стихов Значит Стихотворные переводы С английского И с эмбрита И тут я обнаглела И сделала первый в жизни Перевод с идэш Я бы Вообще Это дурной тон Если ты не знаешь язык Там по подстрочнику По тому и посему Но если ты слышишь Как читает носитель языка И ты хорошо знаешь И по крайней мере Некоторые слова я знаю На какие-то ассоциации Понимаю Чувствую ритмику И все Ну вот такая вот штука У меня получилась непросто А именно благодаря Правке Евгения Кисина Благодаря его декламации И то, что То, что он поправил Тогда, видимо Никто не заметил Ошибку в титрах Глотозой Так что есть у меня Даже два варианта Этого перевода Уже И там мы сам приняты Вот У меня есть поднятая рука И она подняла руку Я могу, да, говорить У меня так Ну, во-первых Действительно Хотела еще поблагодарить За прекрасный рассказ Видно, что вы это все Вот пропустили Через душу И так рассказывали Порой со слезами На глазах И показывали Единственное Скажу Жалко, что вы Не полностью песни Проигрывали Потому что Прекрасно Вы как бы Немножко останавливали Да, я понимаю Что рамки К сожалению Ограничивают Временные Вопрос такой Поскольку вы Вот Занимаетесь Возрождением Хотите как бы Связать ниточки Прошлого С настоящим Идеша Пытались ли вы Обращались ли вы Вот к каким-то Организациям Официальным Неофициальным Вот Хотя бы В Северной Америке Ну может быть В Израиле Поскольку вы там жили Может быть В других странах Найти во-первых Тех, кто еще говорит Или тех, кто изучает И может быть Собирает вот этот Идешский фольклор Вот так же Как вы песни И именно вот Как вы сказали Не профессиональных певцов Может быть А вот обычных людей Потому что Есть какие-то группы У нас кстати В клубе был Замечательный знаток Идеша Иосиф Лахман Он несколько лет назад Ушел из жизни Он блестяще знал язык И изучал его Очень интересный человек был Вот Вопрос об этом Если Очень правильный вопрос Большое-большое спасибо Значит С самого первого момента Первый фестиваль Который еще был В 2014 году У меня выступала Представительница Эта организация Называлась ИВО Идеш Вот дальше не помню Идэ Вай Ай Ви О Идеш Наверное Information Ви Не помню что И О Organization Какой вот Такой вот Оганизации Это собственно Архивы На самом деле И То что я слышала Что С финансами Они Вероятно Так же хороши Как я В том смысле Что финансы Кончились И Все То есть Это Вот На самом деле Хорошо бы для этого Дела найти Более толкового Человека Финансового Толкового Чем Ваша Покорная Слуга Потому что Это все Требует Понятно Это все Требует Того и всего От людей Архивировать Нормально Это сделать У нас Есть Фронт Организации Друзья Идыш Еще что-то Ну в общем Ну Большинство Скажем так Те Кого Что-то Я знаю Когда финансы Есть Организация Становится Абсолютно Коммерческой И это Не совсем Это Это Сложный Вопрос Вот Конкретно Полных Единомышленников Ну Пожалуй Вот Пожалуй Нет Хотя Разных Вокруг Да около Организаций Не мало Мы тут С Евгением Кисиным Более-менее На одной Волне Я так понимаю Люди Такого Типа Это Чистый Энтузиазм И на интервью Я слышу Он говорит Спрашивает Почему Ну вот Мне захотелось Нали язык Своих предков А я нет Это не просто Будьте добры Отключите Свой микрофон А то Мешает Будьте добры А я хочу Добавить То что Сказала Инна Моя дочь Дело в том Что я Я дружила С Иосифом Лахманом Я ему Показывала Свои Стихи На еврейскую Называлась Это группа Халястра Это вроде Как компашка Как он мне Объяснил И разговаривали Только на Идыш И вот до сих пор Живет в Бостоне Такой писатель Хазин Михаил Хазин Который Переводил Идышских Писателей И поэтов На русский язык И кстати Переводил Очень хорошо Так что Есть такие Энтузиасты И хорошо Были Их находить А Иосиф Лахман Кроме того Что он был Доктором Экономических Наук И выдающимся Экономистом И знатоком Идыша Он еще Много лет Был президентом Антифашистского Комитета Соединенных Штатов Америки И на этом Посту Он трудился Очень активно До последних дней Мало того Они выпускали Замечательный Журнал Антифашистский Так что Он Нес Не только Идышскую Культуру А еще Вот этот Темперамент Антифашиста Который у него С годами Не угас Но еще Он был Ветераном Отечественной войны И героическим Между прочим Я его очень любила И его уход Из жизни Для меня Лично Был большой потерей Спасибо всем Ну что Будем заканчивать Запись Это можно будет Говорить свободно И без регламента Сейчас Секундочку Мы тогда Поблагодарим Нашу ветву Друзья Спасибо вам большое Спасибо вам большое Замечательно Там много комментариев Очень Хороших А то Что вы про Киев Рассказали Это уже Мне даже Я Я Туга Случайно Не оказался Веб Левочка Мы еще записываемся Мы еще записываемся Давайте это После Спасибо Это просто Не надо расходиться Мы еще поговорим Нет Это для автора Спасибо большое Тогда если Лева К теме Так он может сказать Если что-то По теме А ну я Я думал Что это уже Так сказать Ну Свободно Да Да Давай Хорошо Спасибо большое Спасибо большое Спасибо всем Запись останавливаем Останавливаем Спасибо большое Счастливо всем